всем привет сегодня мы говорим о службе доставки delivery у этой службы есть один неприятный секрет который вам обязательно нужно знать если вы хотите пользоваться ее услугами иначе вы попадете в такую неприятную ситуацию возможно как не так давно попал я заказывал я у поставщика гирлянды для продажи в своем интернет-магазине гирлянды оказались очень даже хорошие но вот с получением их вышла проблема приехал я на delivery очень ветреный и холодный день этот склад delivery находился на краю города как вы знаете delivery имеет не так уж много складов обычно и только этот склад работал с наложенным платежом не особо хорошее впечатление произвел на меня сам склад в общем в итоге я нашел куда нужно идти чтобы получать товар потому что там несколько дверей и нужно найти правильные двери какая-то другая фирма даже написала напротив своих дверей мы не delivery отстаньте и три восклицательных знака очевидно уж очень много людей блуждая по этому складу ищет delivery и попадает туда куда не нужно но в общем гирлянды пришли я спрашиваю представителя delivery можно их проверить она говорит нет думаю как так я заказываю электро товар его нельзя проверить вставив в резетку имеется ввиду она говорит что как бы осмотреть можно но чтобы вставить его в резетку отправитель должен был направить специальное письмо электронное кажется с копией своего паспорта чтобы мне можно было это сделать представьте как я обрадовался и еще лучше представьте себя на моем месте проделав долгий и нелегкий путь найдя наконец delivery оказывается что заказав у них любой электротовар его нельзя даже вставить в резетку чтобы проверить вообще он работает или нет в чем же тогда смысл наложенного платежа возникает вопрос звоню поставщику говорю так и так оказывается вам следовало направить мне точнее им электронное письмо которая разрешает вставлять ваш товар в резетку для проверки на доливере они говорят что им ничего подобного не сказали и действительно на доливере нигде нет ни объявления ничего ну диалог с представителем доливере не увенчался никаким успехом но это понятно она не начальница она просто исполнитель чьих-то правил я даже взял телефон горячей линии намереваясь позвонить туда ну пришлось на свой страх и риск брать кота в мешке гирлянды которые нельзя было даже проверить ну к счастью поставщик оказался порядочным гирлянды пришли в хорошем состоянии вы их можете кстати купить в моем магазине вот ссылка на экране таким образом вывод чтобы избежать проблем с delivery если вы хотите сэкономить на доставке электротоваров и заказывать их через delivery обязательно попросите продавца чтобы он узнал как это сделать куда что отправлять и таки отправил на delivery электронное письмо в котором бы он сказал что он разрешает проверять свой товар при получении вставляя его в резетку вот такой оригинальнейший секрет у delivery так они защищают очевидно продавцов ведь если они присылают вам электротовар и вы его ставите в резетку и он сгорит то вы его можете не забрать примерно так мне объяснили на delivery на что я спросил а если я вообще его не могу проверить и вообще отправлю его назад и продавцу придется платить за доставку туда и обратно разве это будет лучше в общем друзья теперь вы знаете как избежать этой проблемы с delivery всего хорошего подписывайтесь на канал